Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наше чтение книги «Экклезиаст» и перед нами шестая глава, в которой мы видим возвращение к ряду предыдущих тем книг. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего бы не пожелал он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы такой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две тысячи лет, и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Возвращение к теме закрепления сказанного, или же фланкирования одной и той же мыслью крупного блока текстов, как башни фланкируют вход, типичное практическое решение для Ближневосточной, и в том числе и библейской литературы. Однако с экклезиастом есть определенная сложность. Если в ряде памятников эти структуры видны, и авторская логика расположения фрагментов в целом понятна, то в данном случае регулярно складывается впечатление, что перед нами, в общем-то, дневниковые записи, не получившие почти никакой обработки, то есть никакого регулярного оформления, за исключением самых общих моментов, вроде введения и заключения. Поэтому не стоит удивляться, что тезис о том, что рожденному человеку может быть хуже, чем выкидушу, вновь озвучивается после четвертой главы, где та же мысль звучала во втором-третьем стихах. Можно отметить, что в первом случае она была приложима к социальной несправедливости, и нерожденный был примером того, кто не видел зла и притеснений. Отсюда, кстати, следует вывод, что с точки зрения экклезиаста лишь нерожденный не видит притеснений и зла, а всякий вошедший в мир так или иначе с опытом зла сталкивается. Во втором же случае выкидыш сравнивается с человеком, не насытившимся, не получившим долю от своих трудов под солнцем. То есть данные стихи – логический финал пятой главы, где идет речь о блаженстве вкусить от трудов рук своих. В словах о наслаждении имуществом иудейские комментаторы видят не только прямое использование скопленного на радость себе. Так, например, Раша говорит, что некоторый человек стремится бесконечно увеличивать свое состояние, подобно сказанному, как смерть он ненасытен, а другой человек переймет его имущество, будет отчислять от него часть для бедных и сумеет насладиться им. То есть радость от имущества может войти и в нынешний, и в будущий век человеческий. Стоит только захотеть. В третьем стихе отсутствует слово «детей». Но обе традиции, христианское и иудейское, добавляют его по смыслу. Сотни детей здесь, безусловно, абсолютное обобщение. Но и обобщение страшное. В каком-то смысле сложно не согласиться с Соломоном, что с человеческой точки зрения тщетнее тщетного жизнь человека, воспитавшего множество потомков и по смерти не удостоившегося от них даже столь простой и общеобязательной вещи, как погребение. Неужели столь пусто и бездарно прожил он жизнь, что не сумел зародить хоть маленького плода любви в сердцах их? Но из света христианского откровения мы понимаем, что перед Богом нет тщетной жизни. И даже нерожденный младенец, никогда не увидевший свет, столь же возлюблен Богом, как и всякий иной потомок Адама. Заметим, что автор в этих стихах последовательно обнуляет общие для Востока, да и вообще для традиционных обществ как таковых, представления о благе, а именно, множество детей, долголетие и богатство. Все это тлен и нищета, если не дает Бог благословение к использованию всего этого. Но что значит благословение в данном случае? То есть человек должен принести это перед лицо Божие, дать Богу место в жизни, тогда благословение сойдет на каждый из перечисленных аспектов человеческого бытия. Также важная деталь. Для традиционной мудрости, для книги «Притч» и шире, для Вестхозаветной литературы, три перечисленных радости, дети, богатство и долгая жизнь, это всегдашние спутники праведника. Из библейского корпуса классическим примером будут патриархи, тот же Авраам или Иаков. Экклезиас же указывает, что эти вещи могут существовать вполне автономно от Бога и его благословения, не принося при этом истинной радости человеку, но тем не менее пребывая в его жизни. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить, перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Экклезиас 6, 7-9. Первый стих констатирует простую мысль, перефразирует его блаженный Иероним Стридонский. Все, что приобретается людьми трудом в мире сём, истребляется ртом, и пережеванное зубами передается для сварения желудка. Но с этим тезисом не согласен Христос, утверждающий о пище то же самое, но указывающий, что не все труды завершаются ею. Всё входящее в уста проходит через чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие скверняет человека. То есть сокровище сердца совершенно недетерминировано, не подчинено входящему в уста, а значит, не все труды человека для рта его. от ряда трудов и накапливается та самая сокровищница сердца, о которой говорит Спаситель. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. То есть жизнь, труды и опыт совершают в неё, в эту сокровищницу, накопление. В этом, собственно, есть преимущество мудрого над глупым и человека бедного, умеющего ходить, то есть знающего путь жизни, путь заповеди перед лицом тех, кому он неизвестен. С позиции Нового Завета это очевидно, а с позиции Экклезиаста далеко не однозначно. О видимом глазами и влечении души Соломон говорит в продолжении мысли о благе насыщаться от труда рук своих, нежели, к примеру, накопительствовать. Видимое глазами это и есть приобретаемое и используемое, то, от чего человек вкушает в своей жизни. Обродящая душа это несытый взгляд, вечное желание приобрести, собрать, накопить больше. Сам же Соломон говорил во введении все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насытится уко зрением, не наполнится ухослышанием. А следующий стих данной главы параллелен следующему стиху упоминаемого введения. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Слышим мы в 9 стихе 1 главы, а здесь что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем. Многие иудейские комментаторы склоняются здесь к идее предопределения, а в метраж тахнума и к идее предсуществования душ. Здесь нужно заметить, что при общем авраамическом корне между иудаизмом и христианством множество радикальных различий не только в восприятии божества и фигуры Мессии, но и в целом ряде других теологических концепций. В том числе и в вопросе существования души и посмертия. Так, например, иудаизм допускает крайне своеобразную для нас идею реинкарнации. Не обязательно для каждого, но возможной. Повторюсь, новозаветное откровение однозначно указывает на абсолютную уникальность каждой конкретной человеческой души. И церковь осудила идею предсуществования душ в учении Оригена. Поэтому обратиться к корпусу иудейских иудейских толкований в данном вопросе мы не можем. Яснее данные стихи представлены, кстати, в новом русском переводе. Мы читаем. «Всему, что существует, уже дано имя. И что такое человек, давно известно. Он не может припираться с тем, кто сильнее его». Параллель с стихами пролога мы уже отметили. Сама же идея наречения имен озвучена уже в книге Бытия. И имена эти имена человеческие. То есть, человеком данные всем живым существам. Но и всякий известный язык, к слову, это дело человеческое. Поэтому действительно все не имеет имя, а всему дано имя. А припирательство сильнейшим может быть рассмотрено в контексте предыдущих глав, поднимавших вопросы социальной справедливости. А также и в смысле взаимоотношений творения и его Творца, что также вписывается в контекст рассуждения о именах всего существующего. Здесь мысль озвучена в Библии в параллели горшечника и глины, например, пророка Исаии и у Иеремии, а также впоследствии у апостола Павла в послании к римлянам. Единственная положительная ситуация такого спора это пример Иова. Но мы помним, что положительным этот пример можно назвать с исключительной натяжкой. Завершается же глава всегдашним вопросом Соломона, пока не получившим ответа. Продолжение следует... Продолжение следует...